Всем привет! Итак, я продолжаю закупаться всякими интересными ништячками для съемки видео. И конкретно сегодня так получилось, что мне буквально неделю или две назад пришла вот эта вот механизированная электрическая тележечка для камеры и так называемая Magic Arm. Magic Arm пришел мне буквально вчера, а вот эту тележку я уже успел протестировать, я знаю, что вам о ней рассказать. И, наверное, сразу давайте поговорим о ценах, потому что многих этот момент очень сильно волнует. Значит, я нашел практически самую низкую цену на тот момент на Алиэкспрессе, это где-то 2600 рублей. И вот этот Magic Arm 11-дюймовый 550 рублей в переводе на нашу валюту. Есть модель 7-дюймовая чуть подешевле, у нас в магазине такая штука обойдется минимум в два раза дороже, где-то там от 1000 рублей. Конкретно вот такая тележка, она, конечно, на Алиэкспрессе представлена у многих продавцов, цена туда-сюда скачет. И вообще, в принципе, в таких тележках много разных видов, разных моделей от разных производителей. Я выбрал, ну, грубо говоря, практически одну из самых дешевых. О тележке поговорим чуть позже, сначала поговорим о Magic Arm. Что это такое? Эта штука позволяет закрепить где-то в пространстве, ну, какой-то любой аксессуар или даже камеру. Об этом поговорим капельку позже, пока просто посмотрим на конструкцию. Вообще, эта штука имеет сразу несколько степеней свободы, то есть у нас здесь шаровое крепление, здесь шаровое крепление. Тут можем как угодно вертеть и крутить. И, как бы, фишка вот этих Magic Arm заключается в чем? Мы закрепили, соответственно, сюда какой-то аксессуар или камеру, поставили, например, на штатив или на вспышку, в общем, на что угодно, к чему можно прикрепиться. И выставили положение одного предмета относительно другого и легкими движениями зафиксировали. И, собственно, все. Вот у нас Magic Arm держит, собственно говоря, вот это вот положение аксессуара относительно места крепления. Что интересного? Во-первых, у нас в комплекте идет сразу такие вот универсальные переходники. Честно говоря, надо самому разобраться. Вот этот вот момент я не понял. Значит, ну, это самое понятно. Да, здесь у нас одна четвертая, тут одна четвертая, тут у нас полная симметрия. Мы можем вкрутить, например, либо же в клетку для камеры, либо же на любое другое устройство, где у нас есть прям отверстие под штативное гнездо, под штативную резьбу. И есть переходник со штативной резьбой на штативную резьбу. То есть мы сюда закрутили, и вот у нас дырочка одна четвертая, и мы можем вкрутить, например, на штатив. Это достаточно распространенная штука. Вот, пожалуйста, вот у меня есть штатив для примера. Сюда мы вкрутили. Все, основа у нас как бы есть. Это такой дешевый штативчик, который вроде как и так себе, но на самом деле достаточно устойчивая моделька. Все, здесь мы зафиксировались. Значит, также у нас есть, вот не знаю, такая штука, может, никто-то напишет в комментариях, в каких условиях можно такое использовать. У нас получается резьба на резьбе, сверху одна четвертая, снизу три четвертых. И вот эту штуку я как-то не знаю, может быть, я просто плохо старался, но я как-то выкрутить ее не могу. И я не могу понять, как ее, в принципе, можно использовать, потому что, ну, даже если у нас здесь... Ага, наверное, вот что, да. Если у нас есть, например, клетка для камеры, в которой большое отверстие три четвертых, точно, да. И мы можем вкрутиться в нее три четвертых, а сверху получим резьбу. Ну, да, наверное, вот такой вариант. Вот, пожалуйста, сам задал вопрос, сам на него ответил. Итак, значит, давайте продемонстрируем наглядно. Вот у меня есть это видеофотосвет, про который я уже говорил в одном из своих недавних видео. Ну, вообще, я-то, конечно, планировал больше использовать это для камеры, но это в данном случае просто вам такой пример. Значит, вот, пожалуйста. Ну, понятное дело, что штатив у нас в данном случае не выдержит нагрузку под каким-то конкретным углом. Ну, вот, пожалуйста, я зафиксировал аксессуар так, как мне нужно. Вот нужно, чтобы он стоял в этом положении. Теперь я просто закручиваю, и все. Вуаля, магия. То есть не надо отдельно крутить регуляторы. Там здесь шаровые крепления подкручивают, здесь подкручивают. Вот простой пример. Я 300 лет назад купил себе такое, скажем так, переходное колено. Да, у нас есть здесь опять же резьба. Можно поставить на вспышку на камере. И сверху 1,4. Я использую эту штуку, например, для того, чтобы поставить на камеру свой внешний рекордер Toscom DR-05. То есть я надеваю на гнездо для вспышки камеры, сверху прикручиваю аудиорекордер, и все, аудиорекордер зафиксирован на камере. И, ну, это как бы оно маленькое, соответственно, тут особо не размахнешься. А вот когда нужно, например, на тот же штатив поставить что-то куда-то, как-то совсем изгольнуться, но под каким угодно углом, вот как хотим. Вот, например, хочу вот так. Не надо крутить 48 крутилок, достаточно покрутить одну вот эту вот, и все. И у нас все элементы автоматически схватываются. Значит, по поводу, собственно говоря, силы и нагрузки. Вот про нагрузку, конечно, я прям четко сказать не могу, потому что однозначно зеркальную камеру этой штуки я бы не доверил. Ну, просто исходя из того, что если, не дай бог, упадет, то будет очень грустно. А вот у меня камера Panasonic, система Micro 4.3. Это беззеркалка, в принципе, не очень тяжелая. И я думаю, что под некоторые условия эту штуку можно использовать и для камеры. Значит, по поводу того, сколько вы держите. Фактически на максимум прям закручивают в пределах разумного. И, ну, на самом деле, не знаю, может быть, я... Вот, немножко провернулось. А, вот, пошло порачиваться. Но это я прикладываю прям очень большие усилия. То есть камера таких усилий просто не даст. Даже несмотря на то, что если мы выберем большое плечо. И, значит, касательно вот этих вот шаровых креплений... Сейчас я вам покажу. Вот стоит шарик. Ну да, получилось немножко провернуть. Видите? Давай, вот, опять, видите, провернул. Но, опять же, я прикладываю такие усилия, которые... Когда мы поставим даже беззеркальную камеру, мне кажется, таких усилий просто не создастся. То есть, в принципе, на мой взгляд, для не сильно тяжелого, то есть не до, скажем так, ну, не знаю, например, грамм 800 или до килограмма, мне кажется, да, более чем. Использовать можно. По крайней мере, хорошие, от очень хороших брендов, такие вот ручки, так называемые, они стоят очень дорого, непомерно дорого. И если вы хотите побаловаться и не знаете, как бы нужно оно вам, не нужно, хотите просто попробовать и узнать, пригодится ли оно вам, то тратить много тысяч рублей просто смысла нет. А за 500 рублей почему бы и не попробовать. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь переходим к механической тележечке. Давайте я вам так покажу комплектацию, а потом мы перейдем к более близкому знакомству. Значит, в комплекте у нас идет крепление для смартфона, идет площадка и колесико для съемки в 360 градусов. Пожалуйста, площадочка скользкая и большое колесико. Также у нас идет пультик управления компактный, с кучей кнопок. Батаречка в комплекте идет, это моя. Идет, ну, скажем так, грубо говоря, головка такая шаровая, для того, чтобы можно было закрепить под нужным углом. И, собственно говоря, сама тележечка. Посмотрим на тележечку поближе. У нас есть тубус, в котором находится мотор, все органы управления, и которое осуществляет привод на вот это вот третье колесико. Есть сам корпус пластиковый, есть два колесика, которые... Угол которых, положение которых относительно ведущего можно менять. Здесь указаны стрелочки. Вроде как вот если поставить вот так вот, то у нас тележка должна ехать ровно. Но как-то вот это все очень условно нарисовано. И когда кажется, что вроде как тележка должна ездить ровно, на самом деле едет она не очень-то и ровно. Приходится по месту уже корректировать. Значит, у нас есть большая удобная гаечка для прикручивания, например, штатной вот этой вот, так сказать, головки, назовем ее так. Головка хоть и примитивная, но зато шаровая, и очень легко настраивать положение, например, камеры. Ну давайте у нас в данном случае вместо камеры будет крепление для телефона. Чего далеко ходить? Давайте возьмем мой смартфончик. Закрепили, поставили. В принципе, все, тележка готова к работе. Питается это все в удовольствие от одной единственной мизинчиковой батарейки. В комплекте она, конечно же, не идет, но купить ее самому никакого труда не составит. Вставляем. Причем здесь, судя по тому, что у нас используются два контакта, скорее всего, там уже стоит мотор. А вся электроника, вся начинка, наверное, вот, собственно говоря, расположена вот в этом маленьком пятачке. Вставляем. Закручиваем. Берем пульт управления. И все, можно пользоваться. Когда мы включаем, один горит. Выбираем один из доступных режимов. Это у нас бесконечное движение. Какое-то там конечное, прерывистое и так далее. Честно скажу, я этим всем не пользуюсь. Есть даже режим, когда у нас тележка будет ездить в одну сторону, потом возвращаться назад и так туда-сюда. Я пользуюсь самым обычным режимом. Это просто постоянное движение. Мы выбираем движение, выбираем цифруку. В инструкции все написано. В данном случае это там скорость движения, там, единичка это самая медленная, шестерка самая быстрая. Мы поставили тележку. И можем пультом также задать направление движения вправо-влево. И, собственно говоря, play, pause. То есть поехали, не поехали. Так, ты будешь ехать? Нет. Все, поехало. С управлением разобрались. Теперь пройдемся по нюансам. Значит, это колесо, как я уже сказал, у нас ведомое. Эти колесики придется периодически подтягивать. И подтягивать не только здесь, но и вот здесь, потому что вот эти вот винтики, они разбалтываются со временем. Вот, уже получше. Значит, что можно регулировать? Во-первых, можно регулировать положение основного колеса, ведущего колеса относительно двух других. То есть можно поставить вот так. Можно поставить вот так. Так, и вот эти вот дополнительные резиночки. Понятное дело, что пластик бы у нас скользил по поверхности, поэтому здесь стоят специальные резинки на колеса. И в комплекте, кстати, почему-то этих запасных таких резинок нет. Это очень странно. Должны были быть, по идее. Так, вдобавок, еще у нас есть вот такие вот плоские колесики для того, чтобы эта техника могла ездить не только по столу, но и еще по слайдеру. То есть, если вы захотите использовать в качестве поверхности, по которой будет ездить эта тележечка, не стол, как вот в моем случае, например, да, по столу движется, а по направляющим металлическим, опять же говорю, там, по слайдеру, то используются вот эти колесики. То есть мы выставляем нужное нам расстояние, ставим так, ставим всяко, как вам надо, ставим на направляющий, и все, и тележка будет ездить по направляющим. Конечно же, там будет очень много нюансов, потому что, ну, как бы трение здесь будет, естественно, там не суперидеальное, и если слайдер будет находиться под углом, то у вас тележка будет сама соскальзывать, например, или может быть не хватать мощности, тянуть камеру, например, вверх. Но это все-таки нюансы, о которых вы уже поймете непосредственно сами при эксплуатации на конкретно своем слайдере. В комплекте есть площадка для съемки 360 градусов. Значит, что мы делаем? Мы вот это колесико откручиваем, накручиваем его на ведущие, увеличили, это мы ставим по центру, и, соответственно, когда у нас колесико крутится, у нас камера вращается вокруг своей оси на 360 градусов. Для панорамной съемки вполне возможно подойдет. Я скажу честно, я это не использовал, мне этот режим практически не интересует. Меня интересует просто обычный режим, и сейчас я вам покажу, как это выглядит в деле. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пара слов о недостатках этой модели. Значит, первое в недостатке я бы отнес, конечно же, ну, скажем так, не очень мощный моторчик, потому что бывают условия, когда не хватает мощи для того, чтобы, ну, например, на столе какая-то есть минимальная неровность, и получается такие подтормаженные, как бы, двигатель немножко то прокручивается, то мощи не хватает. Но, опять же, учитывая, как бы, габариты, форм-фактор, и то, что у нас питается всего лишь от одной батарейки, причем даже не литий-ионной, скажем, если бы была литий-ионная батареечка 14650, если мне не изменять, значит, нет, 14, да, 14450, по-моему, называется это форм-фактор, когда у нас 3,7 вольта. И, наверное, вот лучше, мне кажется, хотя бы, ну, тоже, опять же, да, вопрос цены. То есть за 2600 мы получаем, естественно, мы получили самое-самое простое, и если бы эта модель работала, скажем, от 3,7 вольт, и в комплекте бы ушел еще аккумулятор с зарядным устройством, конечно, эта тележка бы явно не стоила 2600, она стоила бы, ну, там, как минимум, например, рублей на 500, на 700 дороже. Но, возможно, возможно, если бы была именно такая модель, то все-таки я бы рекомендовал доплатить и взять модель с питанием более мощным, чем просто вот одна мизинчиковая батарейка. И, в принципе, ладно, с этим бы тоже еще можно было смириться, но есть еще один более существенный недостаток. Его я вывел в процессе эксплуатации. Если оставить элемент питания внутри, то через буквально сутки-двое он полностью сдохнет. То есть эта штука, управляемая с помощью пульта, получается, когда мы ее как бы выключаем с пульта, она все равно, получается, работает, она, не знаю, ожидает команды включения или что там еще делать, какие вычисления там проводят, но однозначно она не выключается и постоянно расходует батарейку. И получается, что мизинчиковая батарейка и так-то сама по себе имеет не очень высокую емкость, так вдобавок буквально через пару суток простой аккумулятор разряжается в ноль. И я несколько раз думал, что у меня тележка сдохла, а оказывается, надо было просто поменять батарейку на более свежую. И вот этот вот сам факт, что после каждой съемки придется выкручивать, вынимать батарейку, откладывать ее там, благо здесь в комплекте место есть, куда можно ее положить. И, соответственно, в следующий раз, когда приступаешь к съемке, опять устанавливать элемент питания, это, конечно, очень неудобно. Но, опять же, 2600 рублей, достаточно неплохой функционал, и, в принципе, желать-то большего за эти деньги, наверное, все-таки было бы неразумно. Ссылки на все это удовольствие я оставлю в описании под роликом. Своё мнение, как всегда, пишите в комментариях. Если видео понравилось, поставьте лайк, не понравилось, поставьте дизлайк. Если видео очень понравилось, я вам понравился, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, но это только в том случае, если вы хотите одними из первых узнать о выходе нового видео. Меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok